Итак, приветствую, друзья! С вами Дмитрий Черепощук. Рассмотрим с вами интересные идеи на начало осени. Давайте с вами приступим к золоту. Мне очень нравится сегодня золото. Вот, нас очень сильно слили на новостях, да, 7-го числа. И, тем не менее, вот такая база удерживается. Сейчас мы этот уровень уже проведем немного выше. Удержали, да, откуда был поход совершен, откуда мы сделали перехай. Да, то есть прошлых максимумов. Поэтому очень замечательная ситуация сейчас разворачивается. Я сам буду открывать позиции. Выше 1.800, единственное что, золото у нас любитель постоять, да, весь день и под конец на вечерке пойти. Это на московской бирже, да, у вас, соответственно, это уже постевропейская на Форексе сессия. Поэтому смотрю за золотом. Очень замечательный уровень. Естественно, золото очень коварное. Мы сейчас можем этот уровень распилить, да, походить. Но как только вы увидите хорошую точку выше 1.800, да, неважно, после каких это будет движений, в плане, я имею в виду, распилов, ложных пробоев, это очень хорошая точка будет на продолжение движения. Вот, поэтому присмотритесь к золоту. Естественно, если мы закрепляемся, да, ниже 800 и стоим там часа 4, да, то, естественно, что под уровнем лучше не открывать сделки. Да, но золото, это сегодня у меня на первом листе на движение вверх. По нефти вчера были качели, да, вот такие халегали. Поэтому сейчас идет, естественно, какой-то набор позиций. Я склоняюсь больше, что это будет выход вниз, потому что, как мы видим, мы резко подошли, да, и сейчас стоим вот уже порядка недели, даже больше, в этом диапазоне и никак не можем пройти. Вчера был знаменательный день тем, что вышел еще колоссальный объем, да, в этих хаях, да, локальных. Поэтому сейчас золотка открылась наверх, прошу прощения, нефть открылась наверх. Да, мы видим, это более 5-минутный, более мелкий график. И на часовике также мы видим, что идет расколбас, поэтому, скорее всего, нефть скорректируется. Где ее ловить? Я бы посмотрел уже ниже определенных уровней, это 71-16, да, если быть точным. Вот, после его пробития, естественно, открывается хороший потенциал к 66. 67 долларов, да, ну и, естественно, там уже потом 65. Но это может быть так же, как и поход ниже, да, то есть мы видим, каждый хай у нас понижательный, да, сейчас мы уперлись так же, кто-то придерживает цену от похода выше. Поэтому, скорее всего, этот сценарий продолжится, так как этот перехай мы еще не взяли. Как только мы возьмем этот перехай, тогда можно менять сценарий и думать о чем-то другом. Пока у нас сохраняется вот тренд вниз, да, если мы берем вот этот свежий, да, не берем глобальный. Потому что глобальный, естественно, у нас наверх, но мы с вами торгуем внутри дня, нам глобальный внутри дня особо не поможет. По доллар-рубль очень интересная ситуация, пробиваем мы локальный лоу, да, мы пошли от него выше, к сожалению, не увенчалось это успехом. Слили нас обратно и сейчас стоим вот под уровнем. Пока рассматриваю, далеко уже отошли, я жду отката и где-то 72 900 я буду рассматривать на точку входа. По евро-рублю ситуация аналогичная, да, потому что ходит хвостиком за ним, просто его иногда придерживает евро-доллар, да, поэтому иногда если евро-доллар растет, тогда евро-рублю намного тяжелее падать. Вчера, тем не менее, удалось не заработать, часть позиции я еще держу, открывал я его в районе 86 700, да, взял движение, закрыл большую часть, потому что не хотел рисковать, очень были страшные качели по нефти, еще раз вам покажу, да, вверх-вниз, вверх-вниз, было страшно, поэтому я зафиксировал большую часть и сейчас у меня остаток уже незначительный, но тем не менее, мне интересно посмотреть на развязку этого движения. Также присмотритесь к евро-рублю, единственное, что он уже поболее прошел, чем доллар-рубль, поэтому приоритетнее доллар-рубль, конечно, потому что запас хода и энергии в инструменте побольше, но тем не менее, так как мы пробили очень важный уровень, да, и я обращу ваше внимание, что на дневном графике здесь присутствует какой-то набор, который выстреливал вверх, поэтому здесь будет очень хорошее движение при пробое вот этих всех локальных минимумов, и тогда у нас сценарий открывается, вы видите, график пустоват вплоть до 72, да, рубля, поэтому рубль пока укрепляется, и смотрим за двумя интересными инструментами, опять же повторюсь, доллар-рубль и золото. Серебро я давно, да, не рассматриваю, потому что, во-первых, что нет волатильности, вы видите, ну, это вечерка, конечно, нельзя судить, но тем не менее, очень оно плохо ходит, если мы посмотрим на АТР, в принципе, 50 копеек стабильно держится, но, если честно, пока серебро, прошу прощения, родит на золоте, вы уже можете забрать свои тейки и сидеть себе спокойно, чем выжидать серебро, пока оно наконец-то соизволит пойти. Если это будут хорошие крупные движения, тогда да, но обычно это не очень хорошо, поэтому это самые интересные идеи, на которые я хотел поделиться, желаю вам хороших прибыльных сделок, и хороших вам выходных. Всего доброго!